Чтобы продемонстрировать капиллярный эффект, мы сделали тонкие трубочки диаметром в несколько десятых долей миллиметра, растянув пустой стержень от авторучки над пламенем свечи. Вода плохо смачивает полиэтилен, поэтому вместо воды в этом опыте мы будем использовать подкрашенный спирт. Поместим каплю спирта у основания трубочки и жидкость поднимается вверх по капилляру на несколько сантиметров. Как рассчитать высоту, на которую жидкость поднимается в капилляре? Этот подъем происходит за счет поверхностного натяжения жидкости. Для простоты будем считать, что капиллярный мениск имеет форму полусферы, так что угол смачивания равен нулю. Поверхностное натяжение тянет вверх силой, равной произведению коэффициента поверхностного натяжения σ на длину окружности, по которой жидкость соприкасается со стенкой капилляра. Эта сила удерживает вес столбика воды. Здесь надо умножить объем столбика на плотной жидкости ρ и на ускорение свободного падения g. Отсюда находим высоту столба жидкости h. Она тем больше, чем меньше диаметр капилляра. За счет капиллярного эффекта вода поднимается вверх по промокательной бумаге. Ведь волокна бумаги это тонкие трубочки, которые раньше были волокнами древесины или хлопка. Точно так же расплавленный парафин поднимается вверх по фитилю свечи. Трубчатые капилляры слишком тонкие, чтобы их можно было хорошо разглядывать. Но ведь капиллярный подъем воды будет наблюдаться и между двумя стеклянными пластинками, отстоящими друг от друга на небольшое расстояние. Стенки этой кюветы поставлены друг к другу под небольшим углом, так что с одной стороны зазор между ними оказывается совсем маленьким. Нальем в кювету подкрашенную воду, и мы видим, что она поднимается тем выше, чем уже зазор между стенками. Мениск это своего рода насос, и он поднимает воду вверх за счет понижения давления. Чтобы найти это понижение, разделим силу поверхностного натяжения на площадь капилляра. Понижение давления равно 2сигма делить на r. Это давление, возникающее за счет кривизны поверхности жидкости, называют лапласовым по имени его открывателя, французского ученого Пьера Симона Лапласа. Два стекла с тонкой прослойкой воды между ними трудно оторвать друг от друга. Вода на краях стекол ограниченными низком, и внутри воды давление меньше атмосферного из-за капиллярного эффекта. Причем эта разность тем сильнее, чем меньше зазор между стеклами. А снаружи стекла сжимаются атмосферным давлением. Померим силу, с которой стекла прижимаются друг к другу, с помощью вот такого устройства. Расстояние между стеклами будем фиксировать с помощью тонких лавсановых прокладок. Зальем между стеклами воду и опустим верхнее стекло вниз. Подкрутим винт. Датчик силы приподнимается, и сила, с которой он тянет за верхнее стекло, возрастает. А после отрыва показания датчика равны весу стекла вместе с креплением. На этом графике точками показаны результаты нашего эксперимента для разной величины зазора между стеклами. Сплошная малиновая линия показывает теоретическое предсказание для случая полного смачивания. Видно, что в нашем опыте смачивание было неполным, и результат эксперимента составлял около 60% от предсказаний теории.